Я в лесной раз вспоминаю, как у меня было тяжело, 15-16 лет работала. Она каждый день, в том году пришла, и до сих пор, и до сих пор, и до сих пор. О своей работе в лаборатории и медакадемии Наталья теперь долго не забудет. Это ее руководство вуза, по сути, обвинило в пропаже тел 248 нерожденных детей. Потом их нашли в лесу. Наталья действительно работала с выкидышами. Вспоминает, вместе с коллегами тела получала в морге 9-й городской больницы. Также все вместе работали с образцами, а затем сдавали обратно. Год назад Наталья уволилась из-за конфликта с руководством. О прежнем месте работы ей напомнили оперативники. Они мне сразу же бумагу поднять это кодемия. Ну, читательные группы, конечно, не дали. Прочитали, что вот, ну, как, точка с фактом, да. Вам это кодемия был предоставлен. Вы его не вернули. Ну, как девушка смогла вынести из лаборатории четыре большие бочки с человеческими плодами? Еще один вопрос. В медицинской академии на него отчасти ответили накануне. Всего-то и нужно было договориться с охраной. Руководство вуза не скрывает, что учета образцов здесь не ведут. А виноватого искали окольным путем. Потому что мы четко посмотрели план научных исследований, запланированные кандидатские докторские диссертации, кто мог заниматься с таким количеством материала. Это все у нас есть, поэтому мы имеем для себя определенные уже выводы. Конечно, меня очень беспокоит, что это человек со степенью, человек, имеющий ученую звание, к счастью, не работающий последний год нашей академии. В прокуратуре пока с выводами не спешат. Точно известно только, что всем найденным под Невьянском нерожденным детям больше 20 недель. И многие из тел хранили несколько лет, чтобы определить точно, где именно надо разобраться с документами в медучреждении. Это не только медицинская академия. Все руководители больниц, медицинских организаций будут вызваны для дачи объяснения. У них отобраны договора, документы. Назвать виновников в прокуратуре обещают сразу, как только опросят всех. Вероятнее всего, преступникам-одиночкой дело не ограничится. Валентин Бессонов, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.